220-й закон о регулировании пассажирских перевозок стал камнем преткновения для антимонопольной службы и муниципалитета. Федеральное ведомство потребовало убрать с дорог устаревшие автобусы. Автобусы в Хабаровске тебя устраивали? Не знаю, вроде устраивали. То есть все хорошие, все новенькие, чистенькие? Ну, редко она ездит. На моем маршруте, на котором я езжу, по-моему, только один новый ходит автобус. Все старые, ржавые, краска ободрана, салоны, все непонятно в каком состоянии. Реально, потому что разваливаются, потому что старые сиденья отваливаются. Городские власти с заявлением антимонопольщиков не согласны. Ведь если устаревшие автобусы с линии уберут, нехватка машин почувствуется еще острее. Поставить на маршруты новый транспорт мера, конечно, благая. Но сделать это в одночасье сможет, наверное, только Дед Мороз. В этом 222-м федеральном законе, хотя он и готовился 8 лет, Там из 42 статей, которые там есть, по всей нашей стране 38 поправок уже насобирали. Что там надо вносить эти поправки. Плюс к этому там есть чисто технические ошибки, которые надо убрать. Специалисты управления отправили федеральному ведомству письмо. В нем они предлагают сотрудникам антимонопольной службы дождаться изменений, которые будут внесены в закон. Что же касается автобусов, то парк будут обновлять, но постепенно. Начало уже положено. Практически полностью заменены машины на маршрутах номер 25, 40, 88, 17, 54 и 29. Наталья Кузнецова, Дмитрий Комков. Для программы «Настоящее время».